Неоднозначную реакцию пользователи интернета вызвали сообщение о том, что депутаты и чиновники вне очереди получают прививки, несмотря на утвержденный Медздравом порядок. Кто и зачем нарушает график, выясняла Камила Тастанбекова. С виду очередная процедура вакцинации. Вот только пациенты на этот раз не рядовые. Прививку от ковида получали мажорисмены, как говорится, на здоровье. Вот только по мнению пользователей сети, почему вне очереди? По плану, ранее оглашенному Минздравом, после медиков, которые сейчас работают на передовой, наступает очередь педагогов. Несмотря на это, депутаты и чиновники в разных регионах продолжают вакцинироваться в числе первых. Для чего нарушать утвержденный план, пояснили в профильном ведомстве. Не секрет, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация о пользе вакцинации в целом и в частности от коронавируса. Много слухов и фейковая информация вызывают сомнения и недоверие населения в безопасности и эффективности вакцины против инфекции. Хотелось бы отметить, что депутаты, получившие прививку, по профессии – врачи. Каждый из них на личном примере показывает доверие к вакцине. Справиться с коронавирусом можно только если вакцинироваться и тем самым защитить себя и своих близких. Кроме того, в прислужбе Мажелиса пояснили, что Галымжан Елеов, Зарина Камасова и Лариса Павловец – привитые депутаты. До избрания в парламент в своих регионах боролись с вирусом наряду с другими медиками. Это необходимо для создания коллективного иммунитета. И каждый человек должен выбрать для себя эту ситуацию, подойти к ней осознанно, добровольно. И я, как медицинский работник, сделала сегодня прививку для того, чтобы сохранить здоровье свое, здоровье своей семьи и здоровье для окружающих поддержать. К слову, в марте планируют поставить прививки остальным депутатам. Мнения казахстанцев на этот счет разделились. Одни считают, что вакцинация должна проходить четко по плану. Другие охотно уступают право получить укол высокопоставленным чиновникам. Впрочем, пока не ясно, когда массовая вакцинация начнется среди населения. Камила Тастамбекова, Хабар, 24.